МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Выники социально-экономичного развития региона, планы и перспективы. Сегодня Гомельскую область с визитом наведал президент Беларуси Александр Лукашенко. Вечная память и вечная слава героям войны. Сегодня у Гомеля проходят вражистости с нагоды 74-й годовины вызволения города. Умовный пожар, эвакуация персоналу, деяние у экстремальных умовах. На злине пройшли масштабные вучения. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Социально-экономичное развитие региона, доброупорадкование насильных пунктов и выражение кадровой проблемы у сельской мясцовости. Сегодня президент Беларуси наведал Будо Кошалёва. Ход визиту у материаля Олега Синтюрова. Будо Кошалёва – случайно невеликий белорусский райцентр. С 20-х годов 19-го года вядомая квестка. В 1971-м набыл статус города. Зараз тут проживает около 8 тысяч человек. Шугуночная станция, никаких предприимств по вытворчеству мяса и пластмассовых вырубов, музей и картинная галерея. Будо Кошалёва, с оправдой, можно назвать типовым городом Беларуси. Тем больше важно ведать, чем живет город и какие проблемы хвалюют гораджан. Подчас встречи с местом Межихарами, размова по махчамости бытовництва у городе бассейна и социальных рантах, где плануется заменчать помер пенсии працующим пенсионерам. Теперь об этом можно доведаться особистым керамника державы. Повыгонять пенсионеров? Нет, не загонять. Некоторые пенсионеры? Уменьшим пенсию. За что? Если они работают. Подождите. Послушайте, такие предложения до сих пор мне вносят. Я категорически просил. Почему? Он заработал эту пенсию, как я у него заберу. Тем более она еще и небольшая. А как? У кого небольшая нет, а у кого большая забрать? Не надо. Одинаково все зарабатывали. Не надо. Мы лучше будем идти по пути создания новых рабочих мест и зарплаты. Потримка и развитие социальной сферы. Сегодня так само сердце державных приоритетов. Будда Кошалевская центральная районная больница сучастной выглядеть была в 2005-м, после завершения другого этапа по будовницам. Что год больница оказывает стационарную допомогу больше 8 тысяч пациентов. У денег Великой Чайной войны Евген-Долецкий у больницы бывает довольно часто. По-перше, каже, худка будет 95 годов, у взрослых немаленьких. По-друге, подчас войны он был в несколько разов поранен. Зараз так само отбивается на стане здоровья. Ну, что мне объезжаться на больницу, нечего это. Медперсонал относится хорошо. А то, что хворобы, которые по возрасту и по... Я трижды ранен. Мне делали рентген, маленькие осколки где-то уши, и сейчас-то вообще это вот. До речи, сегодня укомплектованы с кадрами медустанов Будокашалевского района, складая около 95%. Значно горшая ситуация, зная уносит специалистов у сельской господарцы. Подчас справоздачи президента по социально-экономическому развитию Гомельской области, сошиня об облаконкаму Владимир Дворник каже, что сегодня это одна значная проблема, которую необходимо вырешать в регионе. Я еще раз об ее узгадываюсь при разгляде пытания о наведении парадки на земле. На протягу опущенных пяти годов на Гомельске реализуется программа, по что годом добро парадку не никаких районных центров. Значная увага надается так само непосредственно Гомелю, или постоянный рост населенства, створая пыльные проблемы. Отток населения, что был в районные центры, в другие города. Видим эту проблему, но по 50 тысяч, по 60, 70 прирост за 10 лет, это много. Для области это много. Поэтому надо как-то рассредотачивать людей. Если сместить центр тяжести по жилью в район, вот и закрепление будет. Ну там мы делаем без всяких проблем. Мы сегодня уже пошли по сельским районам уже дальше. Значит, мы сегодня выстраиваем маршруты таким образом, чтобы увязать рабочее место горожанину в сельской местности, чтобы туда двигался автобус рейсовый и вечером забирал. Бодокошалевский районный дом культуры – соправный центр культурного життя. Только с начала этого года тут проведено количество 130 мероприемств, а в начале этого заняток по интересам тут можно найти практически каждый. В нашем учреждении функционируют 15 клубных формирований. Для разных категорий населения. Это и дети, и подростки, и пожилые, и молодежь. Подчас наведывания Бодокошалевского районного дома культуры президенту рассказывать об развитии в регионе роместництва и заховании народных традиций, а так само демонструить некольких музыкальных номеров. После завершения выступления Александр Лукашенко, показывая подяку самодельным артистам, текает своих житем и называя Бодокошалевшину «магиновым раем». Ну молодцы, спасибо вам. Спасибо вам большое. Живите долго, мирно. Вам здорово. Вы в городе живете? Да, здорово. Здесь. Ну, город у вас сегодня красивый. Вот я говорю, чтобы он всегда был такой. Работаем на Сильском хозяйстве. Твои огородки. Ну вот. А ты говоришь, не хватает тебе чего-то. Все свое. В этом году урожай – это небывалый урожай. Серьезно? Вот на счет. Я первый раз к своему стыду знал, что там малиновая икра. Ну. Или вы тоже не знаете? Нет. Знаете? Теперь я буду знать, где покупать. У меня тоже малина дома есть. Но не такая. По словам Александра Лукашенко, визит у Бодока Шалева по разных причинам переносил все трочи, тем больше макшимысью было у региона подрехтоваться. Сегодня президент облетел город на вертолете и застався задоволен и убаченным. Бодока Шалева повинен стать сопроводой европейским городом. Зараз года тем больше актуально, что в свете сопровождение с Беларусью надает все больше великое значение. Опять же, я сошелся на министра страны в Германии, который уже публично заявил. Просто порядочный, откровенный, наверное, человек. Он сказал так, что мы бы хотели видеть Беларусь как связующее звено между Востоком и Западом. Без Беларуси нет Европы. То, что мы всегда говорили, я всегда вас убеждал в том, что у нас будут нормальные отношения с Европой, потому что мы сами сердце Европы. И вот наша роль, наше будущее. Мы должны быть этим связующим звеном, если Европа этого хочет. А европейцы этого хотят. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» с Будок Шалева. Протягивая выпуск, сегодня у Гомеля отбылись и урочистые мероприемства, присвеченные на доходящей с 74-го давине вызволения города от немецко-фашистских захопников. 26 листопада 1943 года войске Беларусского фронта под командованием Константина Рокоссовского прорвали оборону противника и вызволили город над Сожем. Гомель заявлялся буйным вузлом коммуникации и важным опорным пунктом обороны немецкой армии. Бои за его увайшли в историю под названием «Гомельская решетская операция». Битва за город, с которой началось вызволение краины, подвиг червоной армии и усяго советского народа. В истории Гомеля немало памятных дат, однако 26 листопада была и самая знаковая. У гэтый день, 74 годы тому, он стал первым областным центром, вызволенным от гитлерусской оккупации. Что год, гэтую священную и памятную для кожного гомельчанина паде у городе над Сожем означают проведением урашистых митингов, ускладанием венковых веток, добрацких моелок и монументов. Для мемориела «Вечный огонь», який з'является символом великого ратного подвигу советского народа, собрались ветераны, представники улады, громадских организаций, працованных коллективов, молодь и завычайные ограджане. Усиены пришли сюды, кабушеновать память воинов-вызволителям, якие поклали свои життя на алтар перамоги. Историчные крыльницы свеча, за час войны гитлеровцы знищили у гомеля больше, как 100 тысяч жихаров и на 80% разбурыли инфраструктуру города. Одразу после вызволения сюды пошли вертаться люди за одной метой, одрадить гомель с руин. И это был еще один, на этот раз працовный подвиг. Гомель разбитый полностью, ни одного здания, ничего не было. Освободили наши войска. Это замечательная победа, что гомель, как говорится, воспрял. И чтоб гомель и дальше процветал, и процветал, и процветал. Чтоб над гомелем все время был мир. Все не именами воинов-вызволителя у гомеля названы улицы, скверы, помники и обелиски. Гэтые памятные объекты зауседы будут нагадывать про самоотданный человеческий подвиг здесь не на угады Великой Айчинной войны. Такую данину памяти, глубокой поваги и бесконцей поддяки гэтые люди заслужили по праве, бо отвоевали и подарили нам самое дорогое. Незалежности будут жню под мирным небом над головой. Шановать гэтые неоценные каштоуности наш святый обовязок. Для меня праздник освобождения города гомеля является особым праздником, во время которого считаю своим долгом, своей обязанностью почтить память падших за освобождение. Молодежь должна понять, что мир это на самом деле нечто такое хрупкое. Последние действия в мире показывают это, что надо дорожить тем, что мы живем в самое мирное время и в таком мирном месте. Урошистый сход с на годы святкования дня вызволение гомеля по традиции отбылся у громадско-культурным центры. Кожный раз организаторы мкнутся провести концертную программу у новым формате. Непадобный на попяры дни обовязково зарабитие и текавый и запоминальный. Со сцены узгадали об самоданных фронтовых подвигах советских воинов, які часом ладилися коштом уластного життя. Про людей, позбавленных полновартостного дзятинства и молодости, вымушенных пройти гэты жорсткий житёвый адресок военного лихолетия. У адрес присутных видовожцов нашего героичного минулого учались ширые душевные слова-подяки и обязанности шановать и заховывать отвоеванный такой дорогой ценой мир на нашей родной земле. Вероника Ворошилина, Євген Макеенко, телерадио, компания «Гомель». До инших тем, узгаранье на складе пиломатериалов завода литя и нормаляв. Нереальная надзвучайная ситуация, а частка сценария масштабных вученьев громадянской обороны, якие сегодня пройшли на предприемстве. Работники Злина суместно с воротовальниками отпрацевали комплекс мероприемствов подчас махчимых пожаров, военных деяне и уварвания диверсийной группы. Заходом в учене у Сачэу Дмитрий Котов. Сгодно с планом в учене проходят раз в три годы. Это кульминация постоянно проводимой работы по громадянской обороне. Вельми важно отпрацевать усе деяние в экстремальных умовах, особенно на таких стратегично значных предприемствах, як злин. Существует основной план основных организационных мероприятий. В данном случае на предприятии завода «Литя и нормали» в ноябре должна быть проведена отработка, качественная отработка этого комплексного плана по защите территории от природного техногенного характера аварий, пожаров, будем говорить, работы людей в очагах химического заражения при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций. Сценарий учения завсёды новый. Головный объём был наближен до реальности. По поведомлению синоптиков, раненцы 24-го листопада оранжевы у зрои небезпеки. Ветер мостный до 25 метров за секунду. У вынеку шагу на складе пиломатериалов отбылось у сгорания электропроводки. После шагу распоршался пожар. На предприемстве объявлена усеогульная тревога. Перший этап учения у ликвидации надзвычайных ситуаций в мирный час. Кировнисты предприемства повешают при допомозе СМС-поведомлений. Усе пытания обмерковывают на экстренном посаджении. В этот час выратовальники начинают боротьбу с сгоранием и одразу накироваются до будинка завода управления. Потребуется эвакуация работников с шестого этажа. Задача выканано поспехово. Далее от працовка деяния у военный час. Оперативная группа и кировники формирования громадянской обороны отправляются у бункер. Першочерговые планы обороны работников предприемства и перевод вытворчести на работу у новых умовах. Тут мы отработали и нанесение бомбовых ударов и разрешение коммуникаций и перенос производства с одного разрушенного корпуса в другой. То есть реально то, что может произойти. На предприемство трапила диверсийная группа пошкоджены основные коммуникации. Это сценарий опошнего этапа ученев. Ликвидация пожару, отшага химичного поражения, водопроводных сеток, где они повинны быть максимально худкими и зладженными. По выниках у всех этапов робится вы снова. Все прошло поспехово, однако удельники сподяются, что с такими ситуациями придется сутыкаться только на вучениях и не коли в реальном жизни. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. Полная зала и захопленное перешептывание. У Гомеля за аншлагом прошло выступление академичного ансамбля песни и танцев Узброенных сил Республики Беларусь. Ансамбль «Амаль» 80 годов. Символичное сопадение, что в его составе как раз 80 талиновитых, процолюбивых и отказных артистов. Причем коллектив только на полову складается с военных, а для усерой петиции проходят «Амаль» по-армейску. Строго, худко, зладжено. Инакше было бы просто немогчимо проводить «Амаль» по полтора десятка концертов что месяц. Коллектив с нетерпливостью ждет в войсковых частях, установах эдукации на главных сценах краины. Усягу репертуары колят 2000 музыкальных номеров. Каждый день куем это мастерство, а это очень-очень сложно. Поэтому дисциплина раз, высокая ответственность, профессионализм это уверенно завтрашний день. И вот из этого складывается, что ну не каждый может, я вам честно скажу, не каждый может у нас остаться в коллективе. До початку концерта пройшел попередний отбор претендентов на включение у состав ансамблю. Пераможцы позмагаются за это право еще и в Минску. Но уже сейчас стих, кому посчастило, переполняют эмоции. Побывали на репетиции, да, там очень здорово, подготовка, конечно, очень мощная. Будем стараться. Это и иншая новинка вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tivergomil.by Далее у эфиры спортивные огляды с новинами спорта вас познайомить Максим Савин.